Сегодня мы познакомимся с историей Оксаны, которой 46 лет и 26 из которых она мечтала про изменение формы носа. Сегодня у нас планируется ринопластика. С 20 лет хотелось изменить форму носа. Вот убрать горбинку и сделать его меньше. И плюс еще непосредственно решение вопроса по дыханию. Есть проблемы с дыханием? Да, определенно есть. Это после операции был ладонтогенный гайморит. Была операция. Нос непосредственно был поломан в двух местах. И плюс еще там киста есть. И, соответственно, как бы это затрудняет дыхание. Я у вас уже делала операцию. Я уже получала наркоз. Да. Ну, вы знаете, я была удивлена. Очень удивлена. Почему? Потому что, ну, обычно, когда ты получаешь наркоз, ты просто впадаешь в глубокий сон. Потом ничего не помнишь. Ты просыпаешься. И все. Все прошло. Я когда открыла глаза после анестезии, я увидела... Я была настолько, знаете, как будто меня разбудил. Или я видела красивые цветные сны. Был прекрасный ужин после операции. Я уже увидела результат. И через час я смогла уйти домой. Нет такого, что ты в больнице, что что-то серьезное сейчас будет. Сейчас операция. Вот это нервозное состояние такое полностью отсутствует. Нету. Напряжения этого нету. И забота, внимание на сто процентов от всего медперсонала гарантирована. Я ожидаю, что это что-то новое. Что-то новое. То, что я давно хотела сделать. И все время откладывала. А вот совсем недавно ко мне пришло такое, знаете, философское... Что я откладываю свою жизнь, свою мечту. Не откладывайте никогда свою жизнь на потом. Вот я слишком долго откладывала. Поэтому есть мечта. Реализуйте ее как можно раньше, как можно скорее. Мы сейчас приступаем к разметке перед операцией. Можно увидеть ширина носа, какая сейчас большая. Горбиночку только что видели. И кончик носа. При том, что видна асимметрия, что с этой стороны хрящ явно выпирает больше, чем с этой стороны. У нас предстоит очень интересная операция, поскольку мы будем делать сразу и внутри дыхания, и снаружи сам носик. У нас уже сейчас начинается операция, и предстоит очень большой объем работы по изменению формы. И обязательно восстановление внутренних структур носа, восстановление дыхания, которое проведет лор-хирург. Давайте послушаем, с чем столкнулся лор-хирург во время операции. Сегодня у нас по плану риносептопластика, правобечная эндоскопическая гайморотомия и нижняя вазотомия нижних носовых раковин. Это уже повторная гайморотомия правобечная, потому что пациентка уже перенесла классическую гайморотомию с накладанием антростома через нижний носовый хир. Поэтому мы будем делать ревизию верхней щелетного синуса правого, будет подготовчивый этап до ринопластики и септопластика с вазотомией. Девушку беспокоит горбинка, которая ей никогда не нравилась. Она вообще мечтала всю свою жизнь про нос, маленький и аккуратный. Как мы видели на разметке, что здесь очень большие хрящи носа. Так это и подтверждается сейчас в операционной, поскольку я пытаюсь выделить хрящи носа, и они действительно очень большого размера. Нам предстоит их уменьшить. Горбинку мы сейчас тоже визуализировали, и видно, что она состоит в основном из хряща и частично в начальных отделах из кости. Это достаточно благоприятно для нас, поскольку мы сможем смоделировать красиво носик, и он будет быстрее заживать за счет преобладания хрящевого компонента надкостным. Мы будем продолжать работать, а с пациенткой встретимся через несколько месяцев, и вы сразу увидите результат. 11 апреля 2024 года была проведена мне риносептопластика. Сразу же в этот день после операции я отправилась домой. Самое сложное – это второй-третий день, когда держатся отеки. Четвертый-пятый день ты уже видишь, как все отеки сходят. Это уже себя с каждым днем ты любуешься в зеркало и видишь это прекрасное преображение. Забота, тепло, уважение, профессионализм, доброта – все это вместе. Заходя сюда, ты уже чувствуешь, что ты окружен вот этой заботой, что тебе позаботятся, тебя не бросят. Тебя сделают самое лучшее, что ты можешь какой результат получить – это именно это место. Я очень этому рада. Я долго, очень долго выбирала доктора, который бы сделал мне эту операцию. Это было в течение 20 лет. Я очень счастлива, что я все-таки остановила свой выбор на этой клинике. Я рада, что я познакомилась с доктором. Я рада, что я доверилась в руки профессионалов. И поэтому результат налицо. Я счастлива. У нас прошло два месяца после тяжелой риносептопластики. Расскажите, как вам изменения и заметили ли вы, как молодилось лицо? Когда я увидела это прекрасное преображение в зеркале, я думаю, о боже, я же реально просто… Это минус 10 лет. Но ведь когда я хотела сделать носик, я ведь не задумывалась, что уменьшив длину и убрав горбинку, я убираю и года. Что значит сделать нос? Но нос – это центральная часть, это лицо, его всегда видно. Если что-то где-то можем мы прикрыть с помощью одежды или еще что-то, то нос – это ты никак не прикроешь. И я подходила к этому вопросу очень ответственно. Я знала, понимала, что выбор профессионала – это дело времени. И вы обязательно появитесь в моей жизни. Я ждала, ждала долгие 20 лет вас. Реабилитация происходит отлично. Нос прекрасно дышит. Я свободно хорошо дышу. То, что я забыла за дыхание с правой стороны, вообще у меня просто носовая перегородка с правой части. Я вообще не дыша. То есть кроме внешнего преображения мы еще и внутри сделали… Это мы работали командой с лором. То есть это заслуга наших лор-хирургов, которые очень-очень аккуратно, деликатно с эндоскопом, то есть с камерой, устраняет искривление перегородки, проблемы с носовыми раковинами и восстанавливает проходимость носовых путей. Вы знаете, я сейчас вот сижу, иду, смотрю, и я могу дышать. Боже, как же это прекрасно. Это и кислородом нос наполняется, и голова стала лучше работать, и головные боли прекратились. Боже, это ж столько вообще вопросов смогла решить, казалось бы. Я думала, что период восстановительный будет проходить даже дольше. Обычно дольше. А тут полтора месяца, у меня уже такая красота. Всегда в таких сложных операциях сохраняется отек в этой зоне дольше всего. Поэтому, когда вы смотрите, чуть-чуть снисходительнее к вопросу реабилитации, поскольку мы еще в нем находимся. И обязательно опубликуем через полгода, через год результат, но это нужно будет дождаться. Спасибо вам за ваши эмоции и за ваше интервью, за то, что вы поделились с нашими подписчиками своей историей преображения. Благодарю вас, Анастасия, всю вашу команду, всех-всех ребят, за ваш профессионализм, любовь, заботу. Я очень рада, что я выбрала вас. Субтитры сделал DimaTorzok